и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр и я продолжаю играть в арк срывайвл и волк все на том же сервере все также с модом x expansion корр как видите я продолжаю строительство да ну как можно так сказать продолжил строительство своей маленькой хибарки о парандач бегает и не безуспешно как видите цокольный этаж же имеет двойной бортик ну так просто тупо делать нефиг давайте спустимся вниз я вам покажу что там внутри я же думаю вам интересно посмотреть что же я тут делал все эти а сколько нет ёпт ваш налево я прикиньте всем этим занимался около пяти часов ну во первых да это мой трицератопс точнее моя трицератопс которая здесь не хило так обустроилась давайте я поднимусь наверх кстати вот сюда наверх немножко неудобно залазить оп отлично не упал на этот раз сделал здесь вот такой вот маленький этаж по мне очень красиво выглядит знаете вот реально это мне нравится когда так выглядит когда второй этаж имеет вид на первый этаж и что-то типа как балкончик имеет и ты видишь что на первом этаже особенно когда там допустим а внизу стоит машина да к примеру либо вот как здесь стоит динозавр и ты это видишь и не знаю как это как это элитность что ли сразу дому прибавляется очень здорово мне нравится дальше здесь внизу у меня стоит 5 кроватей да 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 там одна но там пять кроватей в одной куче ну и просто эффектно здесь у меня кстати пять ступок стоял я решил три оставить все равно одну пользуюсь максимум двумя вот ну и вот такого-то маленькое расширение кстати да себе сделал был же у меня 2 на 2 я еще расширил расширил меня сейчас он три на четыре опаньки здесь у меня огромные ворота ну как огромные большие ворота кстати те прайм дудошки которые тут бегали я их убил куропата кстати тоже убил но этих идюшек кстати индюшек было убить сложнее нежели это ну убивал и трайком понятно дело вот такой вот маленький домик да выглядит он неказисто такая коробочка и и дешево выглядит но когда заходишь вовнутрь то вот этим вот вот этот второй этаж с балкончик сам вид этого балкончика передает дома такой колоритность колоритность дома придает лично для меня и опять таки же вот этот маленький мини этаж он тоже придает так видим о кстати да прикольно выглядит да я решил шляпку все таки экипировать и такая борода прям конкретно прибавляет настроение у меня хорошее да в общем на вторую этот маленький подъемчик очень даже тоже эффектен кстати печка на селитре работает тоже медленно и ну я очень сильно расстроился ну думаю ладно на селитре это не на дереве поставил термошкаф и кстати овощи вот эти вот они выбиваются с этих как нам их укропа так этих индюшек я забыл вот создается вот такой наркотик 3x tricks и обычный наркотик но к этому мы сейчас вернемся начнем так сказать я я думаю по названию поняли я немного расскажу о своем доме и о своих планах у меня была миссия в миссии господи у меня была идея и насчет с прошлой серии рассказать но я решил сначала дом достроить все сделать а тут что-то как-то увлекся и конкретно увлекся здесь у меня стоит спойлер обычный спойлер в кул вы кул очень даже простой кстати если что можно изготавливать еще дополнительный алчимия форш алхимическая печка посмотрим посмотрим как она действует но это будет потом пока что мне и такого спойлера хватает потому что у него написано типа спойл сполз митр векли ну типа как я понял действует как вот это вот он здесь обычный верстак собственно здесь инструменты я сделал так то выбираем это нам пока что не нужно три ступки обычные ступки две печки обычные печки термошкаф уже показал три шкафа апгрейд стейшн блюпринт стейшн конечно закидал тейбл они к нему вернемся обязательно адванс крифтинг стейшн и фок какая то она стоила единичку дерева я решил посмотреть что это вот она решил посмотреть что за говно поставила бесточную думаю ну ладно окей потом ток появится о подобрать тем более можно ток появится и проверим что это за говно а вот ну и давайте перейдем к самому интересному пожалуй из всего вот этого не считая киблов стартер кит как мы прекрасно помним из прошлой серии стартер кит создается из одного из единички камня при этом при всем так давайте кого то это все уберу да у меня здесь немножко ресурсов есть чуть-чуть умывалась подбывал при использовании стартер кита нам выдается все вот эти предметы и конечно же в апгрейд тейбл либо в дробилке можно их разобрать разбила переносим все и потихонечку потихонечку по одному предмету кстати шкаф не разбирается бурдюк не разбирается из всего этого изобилия у меня с понятным делом тоже и потихонечку потихонечку все разбираем как вы извиняюсь что я прям аж захлеб говорю потому немножко горлом с вот это схватило а для чего я собственно все вот это вот затеял все это разборку конечно же хитин хитин добыть сравнительно тяжело на первых парах а ну это уже ресурсы пошли вот и единички камня мы получаем вот это количество ресурсов самое основное что здесь вполне неплохо дается это сорок восемь хитина ну конечно мясо но ресурсов то мало но давайте заглянем сюда здесь 30 старт кит до 30 старт китов и я их все разбирал по единички каждый предмет по отдельности не читая кровати и так далее которые состахались все разбирал по единички 750 жарного мяса дерево кремень камень кожи нехило дается эта конечно хорошо испортилась я успел я успел волокно ну Успел, в смысле, до того, как мясо испортится. Ну и, конечно, самое главное, это хитин. Из-за чего я всё это дело разбираю. Зачем мне хитин? Да чёрт побери, конечно, цементная паста. Цементная паста, это вообще... Цементная паста, это наше всё. Поэтому быстренько, быстренько, быстренько и создаём сраного тучи цементную пасту. Ну, как сраного тучи, конечно, очень ни о чём цементная паста. Но всё равно, вполне себе неплохо. Давай ещё. Вот так вот. Давай всё закинем. Вот так вот. Всё, лети. Камня мало. Вот оно какое. Вот оно как-то, да? Заговорила, зараза. Ну ладно. А я думал, проблема в хитине. О, в хитине, да. Ну, классно. Так, бурдюк, шкаф. Ну, шкафы я выкидываю, у меня они, по сути, на... Ну, их, конечно, можно подобрать. Допустим, да, мы восстанавливаем шкаф. Ставим и... Разрушить. Тем самым получаем ещё больше дерева, солома и волокна. Но я решил этим не заморачиваться. Так, переместить всё. И здесь мы получаем ресурсы... Ээээ... За... 31. Старт. Кит. Покидываем. Я задолбался их разбирать, если честно. Эээ... Ну, конечно, хитина. Хитин вы и так сами видели. Всё в целом неплохо. Так, давайте я накину на место. Надо пожрать. Пригодится. Эээ... Всё в целом неплохо. Кстати, когда я прайм убил, с них, с разделки трупов, выпадал прайм хьют. Хьюж. В общем, короче, что это фигня. С видом на кожу. Выпадала. Ну, и, собственно, я пока что ещё не разбирался, что это за гадость. Но, всему, как говорится, своё время. Так, что у нас дальше? Дальше надо попить срочно. А то я чё-то тут от жажды помираю чутка. Попил. Отлично. Параза выходит. Дальше. Что у нас дальше? Ну, апгрейд стейшн, это апгрейд стейшн. Это, понятное дело, такая штука, которая... Эх, козлина. Бесишь ты меня. Тварина. Слышь, ты давай-ка тут не выёживайся. И чё на тырь, а? Сюда иди. На тебе! Чё? Это летят отсюда. Тут, тут, тут. Да уж. Теперь придётся долго заходить. Ну, нравится мне, когда Трицератопс выходит сразу же напрямую. Вот. Ну, обычно я здесь внутри разворачиваюсь, но... Это будет выглядеть не очень. В том плане, что там будет, короче... Ну, вы знаете, как это, когда вот так вот... Вот, примерно, вот это было бы выглядело. Такс, ладно. О чём я говорил? А, апгрейд стейшн. Такс. Как я уже рассказывал, апгрейд стейшн работает очень даже легко и просто. Так, метальчика. Метальчика, метальчика, метальчика. Так, взять всё. Скидываем сюда предметы. Нажимаем апгрейд. Если у нас хватает ресурсов, то он апгрейдится до следующего тира. В данном случае до зелёного. Вот. Ну, понятное дело, дальше игрейдить я не буду, потому что у меня ресурсов нету, металла нету. Но, как говорится, всему своё время и когда-нибудь я апгрейжу. Кстати, да. Если зайти сюда в Blueprint Station, то... То... Давайте я покажу на примере, к примеру, копья. Заходим сюда, ложим сюда, нажимаем Creative, Create Blueprint. То есть мы создаём именно этого копья, то есть если я разберу этот топор, то я получу именно зелёного топора рецепт. Ну, собственно, я это уже рассказывал, так что... Покидываем. Это всё говно. Пригодится тогда, когда я апгрейжу до конца и состряпаю то, что мне нужно. Киблы. Киблы. Конечно же, вернёмся к ним попозже. Advanced Crafting Station. Здесь у нас есть съедобный наркотик. И есть такая штука, как наркотик X3, который, заметьте, требует 5 наркобыря, но при этом 10 протушевого мяса. И работает он как 3X наркотик, когда ты его кормишь и убить. Увлечивает ваше здоровье, но погружает в сон. То есть здесь, как обычный наркотик, только 3X, как я понял. Ну, всё-таки не зря же 3X написано. Что-то какая-то там унылая, блин, музычка. Я устал от неё уже. Вот, то есть вот, вылечивает ваше здоровье, но погружает в сон. И здесь то же самое написано. Но наркотик 3X-то написан. Это ещё не всё. Зайдя в оружие и боеприпасы, мы увидим X-Arrow. Web and Tranquilizer. Tranquilizers. Да, правильно прочитал. Её таргет. В общем, связывает и оглушает, по-простому говоря, вашу цель. Какая-то музыка опять убогая. Вот, что означает... Кстати, требует 13 3X наркотика, каменная стрела и цементная паста. О! А я только сейчас заметил. А чат-то живёт в натуре. Сервер живучий. Прикольно. Ну-ка, 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 ну-ка. Йоу, хей, хай, гайскин. На, таре, прет, ва-ра-ра. Ну, прикольно. В общем, он связывает и оглушает вашу цель, эта стрела. Насколько хорошо, всё равно своё время. Проверим. И, кстати, очень хорошо на летунов, как я понял, будет действовать. А раз Arrow, то действует с обычного лука. Кстати, да, здесь ещё есть всякие постройки, типа ловушек. Видите, брикады, пики. Вот это огненная стена, короче. Так, что тут у нас ещё? Так, ну, оружие-то я показывал. Постройки очень много разного всего. Хранилища. В общем, просто можно по красоте всё сделать. Разные постройки. Деревянные, не деревянные. Вот каменная стена из металла. Вот они есть, брикады разные. Мейлбокс тоже есть, прикольная. И вот какие-то ещё крафтильни. Со всем этим будем разбираться. Чё, всё показал? Всё показал, да? Ну, давайте тогда киблом. Пожалуй, самое интересное нужно оставлять на конец. Даже кибл. Суть в чём? Есть металлическая руда. Есть всё. Почему? Ну, смотрите. Корма аллазавра. Смотрите, с чего изготовляется. 35 металла. Редкий цветок. 35 металла. Редкий гриб. Хм, 35 металла. Рог червя смерти. 35 металла. Прикиньте, всего-то. Ну, конечно, молоко виверное. 250 металла. Ну, оно того стоит. И теперь смотрим сюда. Овощи. Сладкий овощной кекс. 35 металла. Наркотик. Средство от насекомых. 35 металла. Ну, я думаю, 35 металла я перестану говорить. Вы просто сами поймёте, что все странные киблы создаются за 35 металла. Даже кружка пива создаются. Прикиньте, кружка пива за металл создаётся. Вот это вообще, блин, да? Для многих это просто мечта плава. А, ну, хотя, по сути, оно так и есть. Пошёл, сдал металлолом, купил кружку пива. Ну, да. А такое количество руды... Да, кружка пива как-то ещё дешево опоится. Точнее, дорого слишком опоится. Так, вы видите, можно любое состряпать. К примеру, это корм был уберем... Так, у всех одинаково, да? Описание. Чертёж корм яйцо анкила. То есть, это корм из яйца анкила. Кстати, вот здесь написано... А, нет, тоже из яйца лазавра. Ну, база, как говорится, вам в руки. Допустим, вот яйцо... Ну, и название. Яйцо дила. То есть, соответственно, это корм сделан из яйца лазавра. Вам не нужно создавать корм. Вам не нужно ничего. Вы просто приносите металл, кидаете и создаёте нужный предмет. Соответственно, томить, ну, конечно же, будет в разы. В тонны. Раз быстрее. Что означает? Давайте проверим. Мне, думаю... Ай, у меня металла-то нету. У меня что-то металлов-то, однако, и нету. Ммм, у меня очень мало металла. Птерчика. А почему бы птерчика не притомить, да? Как вы думаете? Давайте посмотрим, что у нас тут на берегу. Летают ли здесь у нас птерчики. Так, вот это надо убрать. Из-за чего хрукаете? Ага, понятно, из-за чего. А, вот ты где ещё бегаешь. Птерчики, птерчики, птерчики. Ой, от кого убежишь? Дила фазавру, что ли? А вот и птеров-то и нету, однако. Угу, вон птер, ну-ка. Ну, твою мать, как вы меня бесите, ублюдки, а? Сюда, иди. Оборзевшие создания. На тебе по башке. Куда? Видишь ты, думал, нападёшь на меня и так уйдёшь спокойной душой. Не нафиг ТС-2 тебе, уродец, тупорылый. Ненавижу вас, ублюдки. Ах, бесите вы меня. И ты иди сюда. Так, ну ладно. Что я могу сказать по этому поводу? Пошёл искать, короче, птерчика. И состряпаем сейчас пару киблов. И будем смотреть, заодно затестим стрелы, которые связывает и оглушает. Создадим их парочку. Ну и, если я не ошибаюсь, то я собрал абсолютно всё. Во-первых, я грыданул лук. До легендарного лука сделал, довёл его. Дальше, если в апгрейде, то нужно... Мне не хватает 8000 волокна, учитывая, что 1500 у меня есть. И 1700 дерева, учитывая... Какого фига ты сам бегаешь? У меня плохое предчувствие по этому поводу. то и не двигайся мне реально плохое предчувствие по этому поводу ладненько вот сделал кстати себе серпа и собственно побегал подбывал немного ресурсов он вообще у меня стоит на пассивке он вообще не должен двигаться никак эти чем блуждание как-то включить умудрился или ты сам решил включить себе блуждание и я лёша давай короче ты не будешь тут мне туда-сюда блуждать и жить своей жизнью ты должен стоять в дачу клаустрофобия что-ли открылась чуть-чуть за фигня я не знаю ладно все слышь ты меня достал ну иди и выходи задолбаешь меня агрессивный а какого фиг ты щеки на пассивку же ставил фигеть не устоял агрессивный вот он что то сюда двигался вроде я его не переключал напасть на агрессию это же такой вкладке не стоит ладно фиг с тобой самое главное разобрались чего он сам своей жизнью двигается в общем короче потом этот лук разберу апгрейджу лук разберу в блюпринт и все будет хорошо ну а сейчас у меня есть 6 стрел немного и осталось на к наркотиков берем седло я оставил немного металла посмотрел что нам нужно яйца дудо корм яйца дудо изготавливаем 2 живет он четыре с половиной суток вот так что ну алёша ну и что держал два ну окей что-то как видать груханула система и у нас имеется 2 корма и кстати да я себе сделал спай глаз очень полезная штука но и погнали искать птичков твою мать это что за вакхана ли у вас там творится дудо прайм дудо куропатка они короче все туда переселились так вот туда я идти не хочу потому что там вообще появлялся уже не просто этот желтый трайп а зеленый трайп уже появлялся и честно мне не охота туда бежать давайте поищем здесь птичков где-нибудь недалеко кстати золотал зеленый луч это офигеть даже обсидиан то нашел вообще круто здорово но сейчас мне нужно будет конечно же летун до 40 локс от неплохо было бы так что давай ну лети суд ну вашу мать да что ж вы вам всем от меня то нужно валите все нафиг отсюда нафиг о кстати я ж мясо не взял ну-ка мне мясо надо мясо 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 да ты задолбал ты меня уже говорю мясо такс и чё туда хочешь приземлиться а может сюда подлетишь до плыть ссыкотно так сраного тучу куропаток и это фиговым блин туда плыть о уже не туда плыть акула отлично второй птерчик такой левел врезался афиг узнает да уж короче рано я включился надо искать и этого нужно искать птерчика и я уже сделаю плод чем буду плыть в рукопашку боюсь я того потону а я вот так сказал благодаря акулам так что он за платом так что у нас здесь мой десятый был бы неплохо но давай попробуем все-таки какой-нибудь лаву побольше такс